Вернуть в отрезвители. Такая идея пришла в голову чиновникам в Ивано-Франковске. Как они планируют это реализовать, а главное, зачем, выясняли наши корреспонденты. Ну, а что ты не выгоняешь? Ну, это и парк. Это и парк для людей. То, что вы снимаете... В парке, недалеко от железнодорожного вокзала, такую картину можно увидеть едва ли не каждый день. Десятки пьяных, на скамейках, газонах, под заборами. Не стесняясь, многие распивают водку прямо во дворах. Добрый вечер. Что, вы живете? Да, нормально. Зараз 15 минут, я стою. Но так по-тихому отлеживаются далеко не все, рассказывают сотрудники муниципальной стражи. Многие цепляются к прохожим. Чтобы их утихомирить, нужно место. Но увозить сегодня в Ипивох просто некуда. Полиция и медики все чаще отказываются их забирать. Мы вот с патрульными закинули его до них в машину, посадили. И параллельно с ними ездили от лекарни до лекарни, чтобы ему надали какую-то помощь. А в приемальню привозят. Но он пьяный, буйный. Но он не потребует его жизни, ничего не загрожает. В Горсовете решили не изобретать велосипеда, исправить ситуацию старыми, но проверенными методами. Восстановить в Ивано-Франковске вытрезвитель. Мы понимаем, что все равно это безопасность, спокойствие и приемное перебывание жителей города и гостей. Мы уже ведем эту работу с главным управлением национальной полиции. Про то, чтобы помещение, которое сейчас на первом поверхности расположено, дом книжного перебывания, второй поверх, чтобы все-таки место могло отримать в пользу. Ничего общего с вытрезвителями советских времен заведение иметь не будет, обещают чиновники. Это скорее будет похоже на кризисный центр, где должны предоставлять социальную и медицинскую помощь. Впрочем, обустроить заведение собираются в том же помещении, где и раньше находился вытрезвитель. Помню, там внизу их мыли холодной водой. Мне кричали, под душ холодный их брали, и сразу они там внизу. В такой инициативе жители города рады. Они валяются, спляют, тут, понимаете, мать, пары, мать, тут дети. Приезжие люди, смотрят на эту всю красоту. Я считаю, что это нужно где-то, знаете, где-то там за загвездой, на полигон, и там хоть работают. Когда именно откроется такой кризисный центр, пока неизвестно. Как и то, во сколько обойдется городу его содержание. Олег Ермаков, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковск.